мы сейчас давайте перейдем к тому чем мы хотели сегодня заняться я хотел вам рассказывать про книгу дэвида кодса возникновение закат неолиберального капитализма мне кажется это очень важная работа эти абсолютно точно вписывается в программу курса который я вам предлагаю вот к сожалению нас очень мало и приглашать известного американского профессора читать лекцию для двух студентов у меня честно говоря ну я не решился в общем это делать хотя я вас люблю и уважаю но мне показалось это некорректным мы это планировали сделать поэтому я думаю что будет вполне нормально если я сегодня в течение минут сорока представлю его работу это книга вышедшая в издательстве гарвард-юниверсити пресс гарвард представлять вам не нужно это цитадель мирового империализма интеллектуального я бы сказал так кузница кадров для элиты правительства и корпорации соединенных штатов америки богатейший наверное университет мира или один из богатейших но и так далее тем не менее там есть определенное очень небольшое левое крыло и поскольку дает коцет профессор выдающийся наверное это ведущий марксист политэконома соединенных штатов америки все кто еще по моему мнению он просто выдающийся ведь ведущий без один из то его книга вот публиковалась была опубликована он в этом издательстве получил большой резонанс была переведена на китайский язык тоже с большим резонансом он на визит профессор пекинского университета уже долгое время и сейчас переведена на русский язык выйдет свет в начале следующего года и будет представлена на санкт-петербургском экономическом конгрессе весной 2022 года но вот пользуясь тем что я имел отношение к подготовке русского перевода состыковал код с издателями научными редакторами перевода и так далее я сейчас вам представляю эту книгу к сожалению подарить вам рукопись русского перевода я не могу книгу городского университета подарить тоже не могу ее можно купить за какие-то безумные деньги вот так устроен мир с интеллектуальной частной собственностью понимаете коллеги но рассказать скопировав некоторую толику интересных иллюстраций статистических я могу что я собственно говоря сейчас и сделал несколько слов о самом дэвиде кодсе это исследователь который пришел в науку несколько непростым путем точнее в науку в экономическую науку он пришел непростым путем поскольку он получил не помню уж где но в каком-то из лучших университетов соединенных штатов блестящее физико-математическое образование он выходец из представителей высшего среднего класса но в конце 60-х начале 70-х годов еще совсем парнишки молоденькие он активно включился в антивоенное движение тогда же заканчивалась война во вьетнаме по всем соединенным штатам шли демонстрации в сотни тысяч молодых и не очень молодых людей ветеранов войны которые очень жестоко тогда разгонялись но в целом успехи вьетнамского севера с поддержкой советского союза с одной стороны кризис марионеточного действительно марионеточного режима в южном вьетнаме с другой стороны и внутреннее возмущение этой бессмысленной кровавой войной соединенных штатов с третьей стороны привели к тому что соединенные штаты вывели оттуда войска вообще двадцатый начало двадцать первого века эпоха когда соединенные штаты не признавая поражение потерпели поражение во многих войнах причем против малых стран слабо развитых стран интересный феномен требующий особого изучения но это произвело очень сильное впечатление сочетание с другими событиями конца шестидесятых годов я напомню в париже баррикады студенты с арбонной булыжниками обороняются от полиции булыжник оружие студент уже не пролетариат в отличие от первой русской революции 1905 года интеллектуалы практически всего мира либо бредят левыми идеями либо развивают левые идеи левые тяжесточерно критикуют левые идеи в общем повестка дня социализма в центре внимания но вот коц и очень большое поколение его коллег обращаются к идеям социализма к идеям марксизма и через некоторое время он становится очень активным исследователем в области марксистской политической экономии защищает кандидатскую диссертацию докторских у них нет phd только уже не помню где но тоже каком-то очень приличном университете и показательная история вместе со своими коллегами они инициируют создание ну по сути дела марксистского университета период неолиберального капитализма который не случайно подвергает жесточайшей критике в своей книге чем книги критики фундированный не эмоциональный она очень сухая и очень жесткая с кучей фактов так вот период неолиберального капитализма к сожалению этот марксистский университет очень существенно потрепал сейчас он стал как отчасти традиционным неолиберальным учреждением отчасти все-таки сохраняет марксистские традиции я имел честь там читать лекции на протяжении 30 лет вплоть до последнего предковидного года и для меня это каждый раз был очень интересным событием вот университет массачусетса в амхерсте в начале 90-х когда впервые туда приезжал меня поразила атмосфера особенно на контрасте с соединенными штатами извините что я вам рассказываю эту историю над важное предисловие чтобы понять контекст и содержание книги начало 90-х годов только рухнул нет первый раз я был и познакомился с дэдом когда еще был советский союз последний год советского союза значит советском союзе перестройка америка лучший друг советского союза горби и кто там я уж не помню хоть американские президенты самые лучшие друзья и маргарет тэтчер за компанию вся критика америки считается пережитком сталинизма и ни один культурный человек не может сказать что что-то в америке плохо сейчас ситуация изменилась хотя бы мы ушли на 30 лет вперед но в этом отношении мы вернулись к временам холодной войны и критики сша в духе такой весьма примитивной советской пропаганды вот ну и соответственно при том что я знал что америка это все-таки империализм будучи марксистом не строил особых иллюзий когда я приехал в центре америки увидел настоящую нищету разбитый асфальт проехав я не знаю пять миль к северу от центрального парка оказался просто в трущобах где ходить было страшно по-настоящему спустившись в метро один раз возвращаясь от друзей поздно вечером я шарахался от крыс которые бегали по платформам в час и ночи понимаете это все произвело впечатление даже по сравнению с москвой перестроечного периода вот и когда я приехал коцу в этот университетский городок он недалеко относительно нью-йорка там пара сотен миль меня поразила атмосфера там примерно одинаковый уровень благосостояния то есть все живут своих деревянно-фанерных домиках там как не строят ничего солидного домики когда дома да на 45 комнат гаражом в котором стоит машина среднего класса и куча велосипедов на которых они преимущественно ездят у всех приличный уровень благосостояния нет проблем сходить в ближайший или не ближайший ресторанчик опять помочь бузгалину который приехал из страны где ну в советском союзе нет но в россии 90-х профессор получал 30 долларов в месяц вы сами понимаете да как это было весело ну и так далее вот и очень такой ровный образ жизни студенты знаменитому коту говорят хай дэвид как твои дела пойдем позавтракаем нет я уже позавтракал но при этом очень серьезный экзамен очень серьезная работа такая совершенно неожиданная для меня атмосфера с серьезным реальным самоуправлением потом его назначили деканом экономического факультета он был очень несчастен потому что чуть-чуть понизили нагрузку повысили ответственность все решения принимает совет факультета а он должен за все отчитываться подписывать финансовые документы возиться с как все всякими конторами проверками денег столько же уважения особого нет все на него ругаются в общем котен был счастлив оттуда исчезнуть с этого поста это меня тоже весьма удивило у нас уже в это время декан или ректор как были своего рода бизнесменами занимающими привилегированное положение умерстить вот и вот еще ничего других просто был кошмар уже вот это контекст соответственно 90-е годы уже разрушали всю эту систему очень активно с нулевых в двадцать первом веке от нее осталось уже очень немного кодс ушел на пенсию но продолжает оставаться лидером читает курсы у них там пенсия как таковая как перепутано он все равно имеет офис все равно имеет курсы меритус профессор исследователь института политэкономии который сам же инициировал вместе со своими друзьями лет 30 назад вот кодс вице-президент всемирной политэкономической ассоциации могу похвастаться это уже вице-президент этой ассоциации вот мы там еще куча всяких других должностей это предисловие книга вышла как уже 7 лет назад в издательстве городского университета ее ключевые положения это анализ неолиберальной системы и альтернативы этой неолиберальной системы про сам анализ я вам буду рассказывать сейчас показав на экране табличку в которой кодс суммирует основные черты неолиберальной модели капитализма но в качестве предисловия я хотел бы сказать что для кодса неолиберальный капитализм это просто одна из наиболее реакционных форм в целом тупиковые системы то есть у него последовательно социалистический взгляд в отличие от большинства марксистов запада которые стоят на позициях социал-демократии то есть да марксизм это хорошо капитализм надо реформировать но про все остальное они как-то умалчивают не то чтобы они были против нового общества в будущем и не то чтобы они были за они считают что это не актуальная тема мягко но есть некоторый круг вот таких последовательно левых кто считает что будущее принадлежит именно социализму и дает кодс один из таких ученых чем очень высокого вот соответственно для него неолиберальный капитализм это негативная реакционная модель капиталистической системы которая в целом находится в кризисе и поэтому кризис неолиберального капитализма для него проявление кризиса капитализма в целом капитализма который не может найти выхода и попробовав двигаться по социал-демократическом пути подошел к развилке когда дальше надо было идти либо к сторону социализма либо отступать и вот этим отступлением и стал неолиберальный вариант позднего капитализма дальше без предисловий наверное можно дальнейших предисловий перейти к ключевым характеристикам неолиберального капитализма и так идеи института неолиберального капитализма в стиле я бы сказал так неолиберальной теории и ориентируясь на массового читателя книга получила широкий резонанс как я уже сказал кодс начинает с идей и подчеркивает что эта система характеризуется доминированием неолиберальных идей и теорий не случайная черта идеи обладают материальной силой когда они овладевают либо массами либо правящими социально экономическими точнее экономико-политическими силами вот идея владевшие элитой кавычках капитала и правительства и стеблишментом соединенных штатов америки стала мощной материальной силой которая воспроизводит неолиберальный капитализм конечно идея это продукт изменения реальности но они очень сильно влияют на эту реальность они интенсифицируют развитие неолиберального капитализма идея вам достаточно хорошо известны это снижение государственного регулирования сведение его преимущественно к финансовому и фискальному ну и так далее далее значит вторая идея неолиберального капитализма который сегодня подвергается сомнению и одновременно это уже практика которую подчеркивает дэвид кодс кстати еще раз подчеркиваю книга называется рождение и закат fall падение неолиберального капитализма rise and fall и здесь соответственно для неолиберального капитализма падение закат которого мы сейчас переживаем характерно то что экономика становится мировой я бы сказал всемирный это скорее не очень все-таки удачный перевод и максимально ликвидируются барьеры для свободного движения капитала и товаров но прежде всего именно капитала ничего особенно но в этом нет но по сравнению с периодом социал демократических идей соответственно широкого распространения стал демократических практик это существенное изменение поскольку для движения капитала границы снимаются и основание для этого который раскрывает дэвид кодс очень важное это доминирование транснационального капитала соединенных штатов америки и европейского союза то есть свободная торговля в данном случае была формой для того чтобы в рамках формальные еще раз подчеркиваю формально разных правил сильнейший мог всегда побеждать но это примерно как соревнования но давайте придем культурный пример по боксу в которых нет весовых категорий выпускают всех и дальше пожалуйста бейтесь на равных условиях тот кто весит 50 килограмм этот кто весит 80 а то и 90 равные правила никаких ограничений никаких барьеров все эти в одинаковых условиях транснациональная корпорация сша который монополизировала огромное количество ноу-хау патентов и всего остального скупила мозги поддерживается мощнейшие армии мира и нато системой баз по всему пространству земного шара и обладает капиталами сотни миллиардов долларов то есть питалами которые вот то есть от объема продаж как сотни миллиардов долларов эти объемы продаж превышают валовый продукт тех стран куда они направляют свою экспансию это корпорация которая может скупить всю страну принципе ну или во всяком случае весь продукт годовой этой страны хоть во многих случаях ну и пожалуйста вот дальше конкурируйте на равных с этими монстрами да еще за которыми стоит сила вооруженных сил извините за такой каламбур но как сказал известный американский журналист какие-то публикации в журнале time невидимая рука рынка никогда не действует сегодня без поддержки со стороны вполне видимого кулака армии флота и воздушных сил соединенных штатов америки в целом на то я бы сказал поэтому вот это такая специфическая форма одинаковых правил и то что называлась и называется до сих пор глобализацией то что сейчас переживает период заката если не упадка соответственно с обострением противоречия о чем почему и как это особая тема следующая черта это эти роль правительства в экономике характеризуется существенными я бы сказал регрессивными трендами слово регрессивно это и словаря бузгалина а не словаря корпус и так первый отказ от управления совокупным спросом кодс пишет в том числе на языке не классической макроэкономики но используя методологию теорию подходы левых киньсянских авторов прежде всего пост киньсянство джанна робинсон и ее коллег соответственно в данном случае речь идет о том что государство выводит свою регулирующую деятельность из той сферы которая по идее могла бы с точки зрения киньсянства быть стимулом для роста и являлась стимулом для роста во времена рузвельта и после него речь идет о накачке в спрос когда государство тратит деньги на развитие образования на инфраструктуру на капитальные вложения в том числе военно-промышленный комплекс на социальные программы в области образования здравоохранения на увеличение спроса населения через повышение минимальной зарплаты пособий для безработных пенсии и так далее в результате вырастает спрос этот спрос создает соответственно стимулы для того чтобы расширять производство капитал активно начинает инвестировать в расширение производства не пытаясь сберегать или тратить все на личное потребление престижные или прятать деньги в офшоры экономика активно развивается вот это пункт 3а 3b д регулирование базовых отраслей здесь следует специально подчеркнуть что существует миф об экономике соединенных штатов как системе в которой нет государства регулирования сша действительно страна с относительно небольшой долей государства в экономике порядка 30-35 процентов бюджет по отношению к валовому продукту да говоришь консолидированный бюджет всех уровней регионального федерального региональных федерального по отношению к валовому продукту страны составляет 30-35 процентов настоящее время в странах европы это до 50 процентов 40-50 процентов тем не менее в соединенных штатах всегда существовало активное государственное регулирование ключевых отраслей соединенных штатах существовало активное воздействие государства на строительство инфраструктуру я уже не говорю о военно-промышленном комплексе космосе и ядерных программ базовые отрасли все меньше и меньше регулируются правительством соединенных штатов гораздо более важный компонент это для регулирования финансового секта одним из элементов от этого д регулирования стал отказ от жесткого разделения активности банков в сфере инвестиций и в сфере ну давайте скажем проще финансовых спекуляций до этого в соединенных штатах существовало жесткое регулирование и деятельность банков по кредитованию реального сектора по развитию социальных программ и так далее поддерживались государством а операции носящие спекулятивный характер тормозились при помощи различных мер государственного регулирования на также были созданы специальные ограничения для деятельности не банковских финансовых институтов течь фонды инвестиционные фонды пенсионные фонды и так далее вот это все перестает регулироваться ну или по меньшей мере перестает столь активно регулироваться как раньше и это стало одним из важнейших спусковых крючков для того чтобы начался процесс финансализации опережающего роста финансового посредчества по отношению к росту производства и вообще реального сектора вот это пункт 3 c пункт 3d ослабление регулирования в сфере безопасности потребительских товаров охраны труда и окружающей среды это еще один момент на который не всегда обращают внимание в соединенных штатах существовал и существует до сих пор хотя и резко сокращенный спектр нормативов которые устанавливают определенные ограничения по максимуму или по минимуму или каких-то других единицах на потребительские товары вот любимый пример профессора воейкова который позаимствовал дэвида кодса в шатах одно время даже государство устанавливало долю мяса в пицце которая считается мясной выглядит смешным но это правда вот эти моменты но гораздо более важно то что правительство и федеральное и правительство штатов перестала активно участвовать в регулировании условий труда безопасности труда и снизились требования в области окружающей среды пункт е ослабление антимонопольного правоприменения я подчеркну именно правоприменение то есть формально антимонопольное законодательство оставалось как действующим и активным но реально использовалось гораздо меньшей степени и послабление для крупнейших корпораций особенно неформальных союзов монополистических союзов существенно сократились то есть послабление увеличились правоприменение существенно сократилось далее очень типичный параметр неолиберальной системы это передача функций по реализации общественных работ производства общественных товаров общественных благ на подряд частному капиталу мне об этом подробно рассказывали коллеги из федеративной республики германии поэтому приведу этот пример он немножко смешной а то сегодня лекция будет такая очень сухая и у коца этот пункт упомянут зафиксирован но не очень подробно раскрыт поэтому пример из германии муниципалитет германии которая осуществляет финансирование уборки мусора в муниципальных домах соответствующих районах одного из немецких городов рассказывают жители этого города эти мигранты из россии как устроена ситуация в германии до неолиберальной модели государства под общественным контролем самоуправление жителей нанимают работников которые за весьма приличную примерно среднюю заработную плату занимаются уборкой подъездов улице всего остального поскольку зарплата высокая занятость гарантированная условия труда стабильные есть привилегии работника государственного сектора толкать работа почетная уважаемая там даже конкуренция на то чтобы занять эти места качество выполнения работ высокой нормы к стандартные германии социально неолиберальная модель государство дает подряд чтобы сэкономить деньги на выполнение этих работ частной фирме немецкая фирма для того чтобы получить большую прибыль отдает этот подряд получив определенный процент турецкой фирме которая готова использовать не только эти формальные методы турецкая фирма на правах аутсорсинга нанимает работников из восточной европы или постсоветского пространства которые получают зарплату не в германии а получают зарплату от фирм базирующихся в молдавии на украине в россии то есть получают зарплату там 400 500 ну максимум 800 евро чтобы заработать на жилье и сносную жизнь германии делать цены все-таки как москве необходимо иметь хотя бы 1000 евро в результате они берут две ставки формально правила соблюдены зарплата в германии минимальная больше 1000 евро платить эти деньги нельзя но они платят зарплату не в германии не пол перечитать деньги в россию а сколько платит в россии их не колыш аутсорсинг да понятно как работает эта система в результате эмигранты легальные нелегальные убираются абы как работы по 12 часов в сутки халтуре а контроля никакого нет поскольку три посреднических звена и и система привела к тому что в германии стране которая всегда славилась чистотой и порядка 5 муниципальных районах ужасная ситуация с мозг вот это то о чем здесь идет речь да то есть формально общественный сектор есть но реально он работает для того чтобы обеспечить очень высокую норму прибыли частному сектору давайте чуть подальше двинемся много материал ну и естественно просто приватизация ряда сфер которые превращаются в частные начиная от транспорта и заканчиваем обслуживанием вот в сфере жилищно-коммунального хозяйства существенно что до этого периода внутри корпорации доминировали плановые начала очень хорошо описаны джон кеннетом гелбрейтом в книге новое индустриальное общество он в этой работе джон кеннет гелбрейтом если не кодс он в этой работе показал что условиях современного капитализма есть две системы одна система это рыночная в которой вот действует законы рынка так или иначе больше или меньшей степени а вторая система это плановая деятельность внутри корпораций которые охватывают сотни тысяч работников производства в сотни миллиардов долларов и внутри этих огромных систем господствует плановая система хотя там есть элементы рынка трансфертные цены и так далее кстати о трансфертных ценах есть очень интересная работа анатолия самовича параховского еще советской пары и приводит к тому что внутри корпорации начинают развиваться рыночные отношения эти обособления и это существенно ослабляет единую политику и затрудняет общественный и государственный контроль соответственно следующий шаг это изменение ситуации в социальной сфере это сокращение или отмена программ социального обеспечения о котором я только что сказал и снижение налогов для бизнеса и для богатейших слоев населения я вам потом приведу статистику здесь я думаю иллюстрации к типу то есть пояснение особенно не нужно в отношениях труда и капитала пункт а вот такой маргинализация коллективных переговоров это означает что коллективные договора между работниками представленными профсоюзами хозяином и государством или просто хотя бы хозяином и работниками профсоюзами становится исключением правом становится индивидуальный контракт причем индивидуальный контракт который заключается на короткий период времени и заключаясь на короткий период времени этот индивидуальный контракт легко разрывается хозяином работник оказывается без прав в конечном итоге это привело к к развитию того, что называется прекоризацией, формированием прекориата, как особого социального слоя. Но это я уже дополняю Дэвида Коттсом. В отношениях труда и капитала типичным создание становится внештатных рабочих мест, где люди работают на короткий период, на частичной занятости. И на эти сферы, как правило, не распространяется регулирование в области минимальной оплаты труда, защиты труда. Вся система социального обеспечения не работает или работает очень в малой степени. Соответственно, в корпоративном секторе, как я уже туда немножко забежал, развивается неограниченная конкуренция, которая раньше регулировалась со стороны государства. Корпоративные генеральные директора нанимаются со стороны, и контроль участия работников в управлении, как правило, сужается или исчезает вообще. А в США это было довольно сильно развито. Там даже был такой employee stock ownership plan. План передачи employee stock ownership plan. Эмплои это работники, stock акции, ownership, собственность, plan, plan. План передачи собственности на акции в руки работников предприятий. И там до 1000 предприятий промышленности было переведено в руки работников, были созданы коллективные предприятия. Вот эта практика активно сворачивалась в условиях неолиберализма и сворачивается, поскольку неолиберальный период сохраняется. Ну и, наконец, финансовые институты, то, что я уже начал вам говорить, переходят на новые виды деятельности и становятся относительно независимыми от нефинансового сектора. О финансиализации чуть позже ниже. Вот это ключевые черты, которые скрывает Дэвид Кот в своей книге. Я их специально выбрал вот в такую единую систему. Я думаю, это делает работу более понятной и хорошо восприниманной. Сейчас немного статистики, которые, мне кажется, очень интересны. Значит, что касается вот этого графика. Минимальная почасовая плата труда в 60-х и 2007 годах. Очень любопытный график, поскольку у Маркса в «Капитале» есть такой всеобщий закон капиталистического накопления, которым он завершает первый том. В соответствии с этим законом капиталистическое накопление имеет закон в качестве закона понижения качества жизни наемных рабочих при повышении доходов и собственности капитала. В 60-е и 70-е годы, вот я проведу курсором, вот в 60-е и 70-е годы, шел процесс, который явно противоречил этому. И поскольку до студентов в СССР то, что происходит в США и Западной Европе, доходило с опозданием, то вот этот процесс повышения качества жизни работников, минимальная зарплата, то есть очень хороший. То есть, да, вот по часовой оплате, это очень хороший такой индикатор, да. Соответственно, что нам даже профессора, читая лекции, говорили, что закон, открытый Марксом, в условиях современного капитализма уже не действует. Относительно сокращения доходов наемных работников есть, а вот абсолютного нет. Капитал накапливается быстрее, но все-таки качество жизни работников растет. Но весь вопрос, почему происходил такой рост в 60-е и начале 70-х годов. Потому что господствовала социал-демократическая модель капитализма. Увеличилось количество профсоюзов и давление на капитал. Была очень велика роль левых партий. Левое идейное пространство оказывало очень существенное влияние. В 60-е годы Советский Союз был на пике. Космос, мирный атом, величайшие достижения в области культуры. Мировая социалистическая система расширяется с огромной скоростью. В бывших колониях идут антиколониальные революции. Треть из них выбирает ориентацию на строительство социализма. Соответственно, ситуация меняется. Капитализм реформировался и пытался приспособиться к этому. Но неолиберальный период. Первый спад еще в 70-е годы. И потом резкий спад, начиная с конца 70-х и начала 80-х годов. Который фактически сохранил все это на весьма низком уровне. И так это минимальная зарплата. Во времена Обама несколько повысилась. Трампа понизилась. Сейчас идут разговоры повыше. Я хочу подчеркнуть, что речь в данном случае идет вот эти 6 долларов, 7 долларов. О деньгах, исчисленных, естественно, с учетом инфляции. Потому что доллар США 1960 года и 2010 года – это два совершенно разных доллара Соединенных Штатов Америки. Даже с 90-х годов цены выросли многократно. Я сейчас не помню точную статистику. Но когда я приехал в Соединенные Штаты в начале 90-х, проезд в метро стоил, по-моему, 25 центов. Когда я последний раз был в 2018 году, он стоил полтора доллара. То есть выросла в 6 раз стоимость проезда. Это хороший индикатор, показывающий реальный рост цен. Если раньше за 50 центов можно было съесть отличный хот-дог и еще за 50 выпить кофе, то сейчас в Америке за это надо было платить уже 4, 5, 6 долларов даже за бегаловки. Хотя есть плохую сосиску. Поэтому вот это сейчас ставка выше, но это с учетом инфляции. Информации, естественно, приведенных данных. В ценах, вот видите, 2011 года где-то это выше, где-то, соответственно, ниже. Следующий график тоже весьма симптоматичен, характеризующий неолиберальный капитализм. Это ставка налогообложения. Давайте я чуть подниму, чтобы лучше было видно. Ставка налогообложения на богатых. Черная линия пунктирная. Это динамика прибыли. Ну, тут почти ничего не видно на графике. Поэтому оставим их в покое. Большинство студентов мне не верит. Но ставка на миллионеров, давайте говорить упрощенно, начиная с эпохи Рузвельта, с 30-х годов прошлого века и до середины 60-х годов, начала 60-х годов, оставалась на уровне 90%. 90%. 90%. Свидетельство этого есть даже в детективной литературе, где, как же звали детективы, который выращивал орхидеи и распутывал все преступления, не выходя из дома. Такой, как говорится, гурман, эстет. Нировульф, да. Вот Нировульфу обещают там, что то ли миллион, то ли 100 тысяч долларов, если он распутывает какое-то безумно сложное и очень важное дело, говорит, да что мне от этих 100 тысяч, когда я 90 из них отдам правительству Соединенных Штатов. Это не шутка, я даже специально привожу цитату из детектива, потому что Бюро статистики Соединенных Штатов стоит, как-то не верит, особенно когда излагают Бузгалин или Котс, говорят, что это марксистская пропаганда. Но это правда. Естественно, там было масса способов обойти эти налоги, но те, кто уж совсем нагло обходил, сажали в тюрьму и большинство мафиози посажено было в тюрьму не за преступления, которые они организовывали, а за неуплату налогов. Затем это все снизило до 70%, упало до 30% в период такого предельного неолиберализма, эрегономики. Ну и дальше вот плавало на уровне примерно 35%, во времена Обамы больше, во времена Трампа меньше, ну и, соответственно, накануне Обамы тоже самое. Вот это тоже очень типичная черта неолиберального капитализма, которая хорошо иллюстрируется и которую, собственно, даже комментировать особенно не приходится. Следующий график – это процентная доля членов профсоюза в Соединенных Штатах. Вы видите, конец, даже, ну, пожалуй, начало-середина 70-х годов – это все еще 25, почти 25%. В какие-то периоды даже выше до этого была доля членов профсоюзов в Соединенных Штатах. И затем количество работников, которые участвуют в профсоюзах, резко сокращается. Эта тенденция, на самом деле, характерна и для Западной Европы, но там она проявила себя не столь жестко, а вот здесь, вот видите, все предельно наглядно, что называется. Еще одна статистическая иллюстрация, что же это у меня такое. Это процесс финансиализации, возрастание доли прибыли финансовых корпораций по отношению к прибыли всех корпораций Соединенных Штатов до 40% накануне мирового экономического и финансового кризиса. Вот этот спад 2008 год, когда в результате краха целого ряда финансовых институтов и мирового кризиса эта доля резко упала, и затем усилиями правительства США была поднята, но, слава Богу, не до того уровня, как было накануне в процессе финансиализации. В целом, эта прибыль росла столь быстро, потому что норма прибыли в финансовом секторе была намного выше, чем норма прибыли в реальном секторе. Еще один график, характеризующий сокращение доли государства. Я след за Коцем выбрал из его многочисленных статистических иллюстраций характеристику снижения трат государства в сфере инфраструктуры, поскольку Соединенные Штаты были известны прежде всего тем, особенно во времена Рузвельта, что государственное финансирование строительства железных дорог, строительства шоссейных магистралей, затем строительства инфраструктуры для авиасообщения, все это создало очень важные и нужные предпосылки для вот этого успеха США, которым они гордились и продолжают гордиться до сих пор. Может быть, в несколько меньшей степени, но тем не менее. Вот это снижение затрат государства – это один из довольно сильных трендов, который, кстати, сейчас собирается переломить новый президент Соединенных Штатов, предлагая триллионные, более триллиона долларов инвестиций на протяжении более чем 10 лет в сферу создания зеленых технологий за счет государственных ресурсов и увеличения налогов на корпорации. Ну вот, наверное, это все те иллюстрации, которые я хотел привести, чтобы немножко показать вам, что такое неолиберальный капитализм в цифрах. Субтитры создавал DimaTorzok